Направление тренда вниз. Я на всякий случай еще раз проведу анализ, чтобы нам было ясно. Но в принципе да, мы еще в начале недели определили то, что на этой неделе необходимо будет воздержаться от торгов. Почему? Потому что еще в начале недели мы поняли, что канал достаточно узкий и на тот момент, когда цена уже вышла за пределами канала, мы с вами получили сигнал о том, что необходимо воздержаться от торгов. Но в итоге на фоне этих новостей, которые были на этой неделе, все-таки евро продолжил снижаться, но без нас, так как мы с вами не вошли в рынок. Более того, даже если растянуть линии Фибоначчи на основе последней волны импульса, то вы увидите, что коррекция не состоялась даже на уровне 38.2 по Фибоначчи. Так что на этой неделе по евро-доллару необходимо было воздержаться от торгов. То, что касается валютной пары, британский фонд доллар США, на этой неделе также необходимо было воздержаться от торгов. Почему? Потому что на прошлой неделе ни быкам, ни медведям не удалось обновить максимум и минимум предыдущей недели. У нас на рынке боковое движение. И вот до тех пор, пока не будет преодолен максимум или минимум предыдущей недели, ни о каком продолжении тренда вверх-вниз и речь не идет. Так что и по данному инструменту необходимо воздержаться от торгов до, конечно, следующей недели. Далее. Доллар США, швейцарский франк. По данному инструменту тренд бычий. Это мы с вами определили еще в начале недели на основе максимальных цен последних двух недель. Я также определил канал. Но опять же, к сожалению, нам на этой неделе по франку также не удалось войти в рынок, так как в итоге, как видно, не состоялась необходимая нам коррекция. Цена продолжила развиваться вверх. И, как видно, цена ушла без нас. То есть мы остались вне рынка. Да, цена ушла вверх по тренду. Но опять же, так как не состоялась необходимая нам коррекция, мы остались с вами вне рынка. Так что и по данному инструменту необходимо остаться вне рынка, воздержаться от торгов. По валютной паре. Доллар США и японская иена на четырехчасовом графике. Тренд бычий. Это мы с вами видим на основе максимальных цен последних двух недель. По максимальным ценам последних двух недель я определил линию тренда. Ну и параллельно я проведу линию канала. Отлично. Теперь давайте мы с вами растянем линии Фибоначчи на основе последней волны импульса. Последняя волна импульса началась как раз на минимум предыдущей недели. И обращаю ваше внимание на то, что на этой неделе, к сожалению, коррекция составила всего лишь 38,2% от основного движения. То есть нам чуть-чуть не хватило. Учитывая то, что мы с вами в основном входим в рынок с уровня 50 по Фибоначчи, к сожалению, на этой неделе необходимо было опять остаться вне рынка. Очень хорошо видно то, что доллар США и японская иена при снижении встретила поддержку на уровне 38,2% при Фибоначчи. И ровно с этого уровня цена направилась вверх. Но пока что, как видно, максимум прошлой недели еще не был обновлен. Он был только достигнут. Идемте дальше, к следующей валютной паре. Это австралиец доллар США. По валютной паре, австралиец доллар США, тренд медвежий. Это нам очень хорошо видно по минимальным ценам последних двух недель. Именно на основе этих цен я и провел линию тренда. А параллельно я проведу линию канала. У нас сформировался канал, нисходящий канал. Канал, благодаря которому мы с вами понимаем, где нам стоит торговать, а где нам не стоит торговать. Канал, у которого есть две границы. Нижняя граница, верхняя граница. Также, благодаря этому каналу мы с вами понимаем даже, где расположены уровни поддержки и сопротивления. И более того, именно при выходе из этого канала мы с вами понимаем, где цена находится под давлением. И как раз зона, где возможно произойдет разворот. Итак, учитывая то, что тренд медвежий, нам на этой неделе необходимо было продавать. А вот откуда продавать, давайте мы с вами растянем линии Фибоначчи и определим, был ли вход в рынок на продажу. Как видно, продажа состоялась. Учитывая то, что тренд медвежий, я растянул линии Фибоначчи на основе последней волны импульса. Первая волна импульса началась на максимум предыручной неделе. Она завершилась на минимум предыручной неделе, после чего началась коррекция. И вот после чего завершилась коррекция, началась вторая волна импульса. И вот как раз на основе второй волны импульса я растянул линии Фибоначчи. И вот как видно, на этой неделе, еще в начале недели, состоялась коррекция, необходимая нам коррекция к уровню 50 по Фибоначчи. И вот с уровня 0.7270 необходимо было открыть ордер на продажу. Цена сразу же пошла вниз. На данный момент плавающая прибыль составляет около 150 пунктов. Стоп-лосс необходимо было выставить выше уровня 76.4 и выше последнего хая, последней бычьей свечи. 0.7350. То есть стоп-лосс составил бы 80 пунктов. Плавающая прибыль уже 150 пунктов. То есть соотношение 1 к 2. Вот на этой неделе пока что сработал один ордер на продажу. Так что те, кто открыл ордер на продажу по валютной паре Австралии с доллара США, примите мои поздравления. Все верно, все по правилам. Тренд медвежий, канал нисходящий. Состоялась необходимая нам коррекция. Все по правилам. Ну и конечно давайте мы с вами определим дальнейшие цели. Это опять же немаловажно. Для этого есть инструмент расширения Fibonacci. На основе которого мы с вами определяем дальнейшие цели. Итак, первая цель на самом деле нас не интересовала. Нас как минимум заинтересовала вторая цель. И вот как видно, при достижении этой цели цена сразу же встретила барьер в виде линии поддержки. Немного отскочила, потом пробила и вот продолжает находиться вот как раз на этом уровне. Следующая цель, а это и последняя цель на уровне 0.70 ровно. То есть еще на 100 чем-то пунктов вниз. Так что если у кого-то еще хватает терпения, можете определить дальнейшую цель на уровне 0.70. Но при этом вы можете уже выставить стоп-плосс без убыток. Даже если цена вернется, развернется, то вы не получите убыток. Но я думаю, что даже на данный момент уже можно зафиксировать прибыль. Прибыль достаточно хорошая в размере 150 пунктов. То есть соглашение 1 к 2. Далее новозеландский доллар, доллар США. По данной валютной паре на этой неделе нам с вами необходимо было воздержаться от торгов. Тренда нет. Есть боковое движение. И как видно, на этой неделе пока что цена все еще продолжает находиться в этом диапазоне. Я еще раз обращаю ваше внимание, до тех пор, пока не будет обновлен максимум или минимум этого диапазона, ни о каком продолжении тренда и речь не идет. Или о развороте. На этой неделе была попытка со стороны медведей обновить минимум этого диапазона, но все-таки им это не удалось. Ровно с этого уровня цена развернулась. Пока что цена продолжает находиться в этом боковом диапазоне. И последняя валютная пара. Марина спрашивает, как можно увеличить количество сделок. А увеличить вы не можете, Марина. Я вам показываю метод, благодаря которому вы имеете возможность даже при получении больше стоп-лоссов в итоге получить прибыль. Почему? Потому что соотношение стоп-лосс-тейк-профит в вашу пользу. Как минимум в полтора раза больше. Я веду анализ на часовых графиках и на четырехчасовых графиках. Если вас интересуют ежедневные торги, то вам, конечно, необходимо перейти на часовом графике. Вот как раз на часовом графике вы имеете возможность определить ежедневные точки входа в рынок. А если вы рассмотрите четырехчасовой график, то в данном случае вы можете и неделю, и две, и три остаться без торгов. Но опять же, это по одной валютной пары. Но учитывая то, что в нашем арсенале семь основных валютных пар, шесть кросс-курсов, два металла, то из всех этих инструментов, то как минимум по двум-трем у вас сигнал сработает. То, что касается следующей валютной пары, доллар США, доллар Канадец. Тренд бычий. На основе максимальных цен я провел линию тренда. И параллельно я провел линию канала. У нас формировался канал, восходящий канал. Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что перед тем, как состоялась эта коррекция, БКМ удалось обновить максимум в прошлой неделе. Поэтому я сразу же откорректирую линию тренда на основе максимальной цены текущей недели и линию канала. На основе последней волны импульса, которая началась как раз с минимума предыдущей недели, я растянул линию Фибоначчи. К сожалению, на этой неделе коррекция составила всего лишь 38,2% от основного движения. Поэтому, войдя в рынок, на этой неделе нам, к сожалению, не удалось. И перейдем к металлам, золота и серебро. По металлу золота на этой неделе также необходимо было воздержаться от торгов. На прошлой неделе БКМ не удалось обновить максимум предыдущей недели. И медведям не удалось обновить минимум предыдущей недели. У нас на рынке боковое движение. И также обращаю ваше внимание на то, что на этой неделе медведям удалось обновить минимум этого диапазона, так что у нас наблюдается дальнейшее направление вниз. По крайней мере, я это уже вижу и ожидаю направление вниз, развитие тренда вниз. Но что будет, конечно, мы уже увидим на следующей неделе. И то, что касается металла серебро, на основе четырехчасового графика. Как видно, опять же, тренда нет, есть боковое движение, поэтому на этой неделе необходимо было воздержаться от торгов. Ну что ж, уважаемые онлайн слушатели, мы сумели с вами провести анализ на основе часового графика и на основе четырехчасового графика. Определяли дальнейшее развитие рынка как на сегодня, так и на неделе. Я хотел вам сообщить о том, что в связи с тем, что изменилось время, поменялось время, в России, в принципе, осталось, как и было, без изменений. Но, к сожалению, в нашем регионе время поменялось, поэтому и время в наших семинарах тоже, к сожалению, поменялось. Если до сих пор мы с вами ввели семинар в 10.00 по Москве, то начиная со следующей недели мы с вами проведем данный семинар в 14.00 по Москве. Извините, но такие обстоятельства пока что других возможностей нет, так что начиная со следующей недели проведем данный семинар в 14.00 по Москве. Так что я всех жду в 14.00 по Москве. А вечерний семинар так и остается без изменений в 17.00 по Москве. Пришло время прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Аль-Пари в городе Кишинево, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня. Желаю закрыть все ваши ордера лишь по тейк-профиту. С вами встретимся позже в 17.00 по Москве. А до тех пор берегите себя. Удачи во всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok